МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! На календаре снова воскресенье, 21 июня. Стрелки на циферблате показывают 15 часов. А это значит, что артисты Новосибирского городского духового оркестра под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации Игоря Зугрова рады новой встрече с любителями духовой музыки. Выражаем свою благодарность всем, кто оставил свои отзывы и комментарии о предыдущем концерте. И надеемся, что наше общение будет продолжаться. Всех, кто сейчас находится у экранов компьютеров или смартфонов, просим отправить своим друзьям сообщение с приглашением посмотреть наш концерт. Не забудьте указать ссылку на наш канал. Возможно, и они присоединятся к нашей аудитории. Одним из величайших событий 20-го столетия является победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 1418 дней начать длилась беспримерная битва советского народа и его вооруженных сил с фашистской Германией. 27 миллионов советских людей отдали свою жизнь за свободу и независимость Родины. Субтитры создавал DimaTorzok День Победы 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 но и как композитора-песенника и аранжировщика. Его песни исполняют как профессиональные, так и самодеятельные творческие коллективы и исполнители. В своем творчестве Вячеслав Геннадьевич не мог не уделять внимания созданию произведений, посвященных подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В написании песен он сотрудничает со многими новосибирскими поэтами, но особенно плодотворным является творческий союз с поэтессой Татьяной Карелиной. И сейчас прозлучит одна из песен, посвященных всем, кто в трудное для Родины время встал на защиту ее. Музыка Вячеслава Литвинова, стихи Татьяны Карелиной. «Не забудьте, пацаны» исполняет автор Вячеслав Литвинов. Месяц май распускает березовый лист, А весенняя ночь голосами полна. Это сердцу из памяти отозвались, Те, которых домой не вернула война. Слышу голос Ивана Братишка, привет Мне сегодня везет Хоть тебя отыскал Изменился ты, правда Прошло столько лет Ты про наших ребят Ничего не слыхал Падать совесть и нават Стань преградой для войны Мы уйдем, а вы, солдат Не забудьте, пацаны В сорок первом под Брестом В неравном бою Одноклассники все полегли опоздней В Ленинграде Сашок угодил в полынию А в кестапо погибли Борис и Андрей В танке заживо колька Сгорел под Москвой Юрку вместе с тобой Схоронил Сталинград Ну, короче, один я вернулся домой А война до сих пор Костя наших ребят Память совести нават Стань преградой для войны Мы уйдем, а вы, солдат Не забудьте, пацаны Не просохла земля и сегодня от слез Даже пепел пожарить еще не остыл Шквал безумия тысячи жизней унес Но ведь жизни он все-таки не победил А душа уже снова за внуков больна Жаль, что именно так Средь людей повелось Но всегда, как бы небе, сновалась война Побеждает любовь, побеждает любовь Память совести нават Встань преградой для войны Мы уйдем, а вы, солдат Не забудьте, пацаны Память совести нават Стань преградой для войны Мы уйдем, а вы, солдат Не забудьте, пацаны Не забудьте, пацаны Многим из нас хорошо знакомые и памятные слова И напев песни в лесу прифронтовом Времен Великой Отечественной войны Герой ее – старенный вальс Осенний сон Под звуки которого столько поколений, как поется в этой песне Ходили на круг, любили подруг, грустили и радовались Беззаботно счастливое довоенное время И потому на фронте, заслышав его, каждый припоминал что-то свое дорогое Заветное Сознавая, что дорога к победной весне, к счастью, к любимой Пролегла через войну На самом деле вальс вовсе не такой старый Хотя долгое время вальс «Осенний сон» Относился к старинным русским вальсам Совершенно не подозревая, что его родина вовсе не Россия, а Англия Его сочинил Арчибальд Джойс в 1908 году Вальс стал его успехом, хитом Он и продолжит нашу программу Соло на баритоне Сергей Кузов 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 КОНЕЦ 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 Уважаемые друзья, мы приглашаем вас принять участие в музыкальной игре «Угадай мелодию». Сегодня вам предстоит вспомнить марш, который сочетает в себе живительную веру в будущую победу и осознание горечи неминуемых потерь от грядущих сражений. Сейчас Сергей Кузов на Бретоне исполнит фрагмент мелодии этого марша. Ваша задача – вспомнить название произведения и его автора. Первым, кто напишет в комментариях правильный ответ, станет победителем конкурса. Итоги конкурса будут подведены в финале концерта. Победителя ждет диплом. Итак, всем удачи! С 20 июля 1941 года и до осени 1946 года Константин Симонов был одним из ведущих корреспондентов Центральной газеты Красной Армии. Его всегда отправляли на место самых важных активных военных действий. Он был свидетелем самых крупных событий в истории Великой Отечественной войны. Ему довелось побывать в Сталинграде и на Курской дуге, ходить тыл врага на подводной лодке к берегам Румынии и летать к югославским партизанам. Присутствовать на первом суде над военными преступниками в Харькове и первой встрече советских и американских войск на Эльбе. Наблюдать на отступление немцев под Москвой и сокрушительный штурм Берлина. В годы войны Симонов писал не только заметки о ходе сражений, но и художественные произведения. Особенной популярностью пользовались его стихи. Собратьем по Перу он посвятил песенку военных корреспондентов, которую написал с композитором Матвеем Блантером в 1943 году. Нашей программой исполнит Даниил Кручинин. ПЕСНЯ От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. ПЕСЛАТКА, ТОВАРИЧ, ПЕСЕНЬ НЕ ЗАВАРИШЬ, ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Махнуть не глядя Неписанный обычай Великой Отечественной войны Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok бы не побывали фронтовые театры и концертные бригады. Вместе с Красной Армией артисты прошли весь путь войны. Они приносили людям, идущим рядом со смертью, радость и веру в победу. В программе были не только песни, которые родились в годы войны, но и мелодии, которые были всем хорошо знакомы и дороги еще в довоенное время. И среди них популярная танго конца 30-х годов «Утомленное солнце» композитора Ежи Петербургского. Мелодия этого прекрасного танго и продолжит наш концерт. Соло на кларнете Игорь Балаболко. Соло на кларнете Игорь Балаболко. Игорь Балаболко. Соло на кларнете 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 Игорь Балаболко. Сердечный привет из города Купино. Это моя родина. Меня зовут Анатолий Тимонов, и я хочу рассказать непростую историю песни «В Сибири не было войны». Мелодия была написана в марте 2015 года, и текст никак не ложился на эту мелодию. Но поэт, с кем я работаю, Татьяна Горошевская-Илога, нашла в компьютере стихи Ивана Краснова, фронтовика нашего земляка «В Сибири не было войны стихотворения». И в соавторстве, и Татьяна Горошевская, мой одноклассник Николай Гостяев, Иван Краснов написали замечательные стихи к этой песне. Аранжировал эту песню Виталий Дорин и Игорь Зугров со своим оркестром, муниципальным городским духовым оркестром города Новосибирска. Исполняет ее уже несколько лет солист Владимир Коварский. Приятного прослушивания. С праздником вас! Пришла беда в час полусонный Без объявлений о войнды. И сразу встали миллионы В ряды защитников страны. Земля кипела у границы, Стояли насмерть города. Войны кровавые страницы Мы не забудем никогда. В Сибири не было войны, На бесконечных падших списках. В Сибири не было войны, На каждом парке Амельницкий. В Сибири не было войны, Но, как доказано веками, Сибиря плод родной страны, Я горжусь Сибиря калий. Шли с Сибири эшелоны, Поднялись бабы-мужики, Чтоб отстаять страны свободу, Пошли на фронт сибиряки. Они бесстрашно воевали, Жизне щадя в огне атак. В веках героев умирали, И не прошел за полку враг. В Сибири не было войны, На бесконечных падших списках. В Сибири не было войны, Но в каждом парке Амельницкий. В Сибири не было войны, Но, как доказано веками, Сибиря плод родной страны, Я горжусь Сибиря калий. В Сибири не было войны, Но, как доказано веками, Сибиря плод родной страны, Я горжусь Сибиря калий. Я горжусь Сибиря калий. Одним из самых ярких символов Великой Отечественной войны Является Катюша. В тяжелые дни она помогала выжить, Поднимая боевой дух, Укрепляя в бойцах веру В неизбежную победу. Она была написана в 1938 году Поэтом Михаилом Исаковским И композитором Матвеем Блантером. Легкая и запоминающаяся мелодия Быстро стала популярной И ушла в народ. Миллионы людей воспринимали Героиню песни, Как реальную Девушку, которая любит бойца И ждет ответа. Во время войны появилось Множество вариантов этой Песни. Катюша была и бойцом, и партизанкой, И медсестрой, И верной женой. Именем Катюша бойцы нарекли Грозную реактивную установку БМ-13, Которая наводила ужас на гитлеровские войска. Как-то во время боев под Керчью Наши бойцы услышали звуки Катюши из немецких окопов. Фашисты крутили на патефоне пластинку. Один раз, другой, третий. Разозлились наши воины, И группа солдат бросилась в атаку. Завязалась схватка. Немцы не успели опомниться, как наша Катюша и их патефон оказались в наших окопах. Простой, казалось бы, незатейливой песенке удалось покорить жителей самых разных уголков мира. Она была известна в рядах французского сопротивления и среди партизан Италии. После войны своя Катюша появилась в Израиле, США, Японии и даже в Китае. В послевоенной жизни песня стала одним из символов СССР и России, визитной карточкой страны. В нашей программе всемирно известная мелодия песни «Катюша» прозвучит в современной обработке. Соло на саксофоне Максим Мухратов. «Катюша» прозвучит в современной обработке. Корректор А.Кулакова» «Катюша» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Конкурса «Угадай мелодию» Мы поздравляем победителя. Он становится обладателем диплома победителя, который будет отправлен по электронной почте. Завершает наш онлайн-концерт русский, глубоко народный и патриотический марш. Пока есть наша непобедимая армия, живы ее традиции и героическая память, не искоренен наш русский дух, марш Василия Ивановича Агапкина «Прощание славянки» всегда будет гордо звучать на просторах великой и непобедимой России. Друзья, а мы будем рады очередной встрече с вами в воскресенье, 28 июня, в 15 часов. Всем хорошего настроения и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok